Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра! Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза! На самом же деле первое объявление о войне зачитал министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, а Левитан лишь повторил его спустя несколько часов. По свидетельству очевидцев, сердце юного радиста бешено колотилось, душили гнев, ненависть, волнение за судьбу Родины, за мир и спокойствие всех, кто был ему так дорог. Показывать свою слабость Левитан не мог, не имел права. Позже он вспоминал, что по мере того, как зачитывал страшные стройки о начале самой кровопролитной битвы 20 века, росло чувство уверенности. Действия гитлеровцев не останутся безнаказанными. Фашисты ответят за все. Цех за цехом, дом за домом. Очищали наши войска от гитлеровцев. Уничтожали последние очаги сопротивления. В первые месяцы войны Куйбышев получил статус запасной столицы. Сюда стянули связистов со всей страны, в том числе иностранные посольства, журналистов ТАСС, редакторов главных советских и зарубежных газет. Огромное помещение на Красноармейской 17 выделили под жилье. Здание было построено из кирпичей взорванного кафедрального собора, который находился на месте театра, оперы и балета. Когда дом связи строили, предполагалось, что он будет состоять из четырех корпусов. К началу войны вызвали три из них. Четвертый радиодом построить не успели. Архитекторы хотели оформить его красиво, в виде конструкции цилиндрической формы. Планировали, что там будут показывать спектакли, кино хранить в аудиотеку Советского Союза. Именно здесь хотели разместить амфитеатр и концертный зал. Но не сложилось. Началась война. Проект заменили фонтаном, но отнюдь не ради красоты. Он выполнял свою секретную функцию. Дело в том, что оборудование связистов очень сильно нагревалось, охлаждалось как раз-таки при помощи этих труб. Вода по ним напрямую поступала в дом связи и протекала рядом с проводами. После возвращалась в чашу фонтана свою привычную цикличную систему. Такой вот круг, не требующий дополнительных затрат. Во время войны в здании дома связи размещалась городская телефонная станция «Телеграф». Только в 1941 году было зафиксировано 1 миллион 100 тысяч междугородних телефонных разговоров. В Куйбышевском радиобюро, оно располагалось на шестом этаже, жили и работали 13 человек. Элита. Телефонисты и телеграфисты находились этажом ниже. Здесь стояли порядка 200 кроватей, а наверху в аппаратной были расположены линии связи со всем Советским Союзом. Трудились по графику. 8 часов работы, 8 часов отдыха. Ну и сон тоже не был сном, потому что часто происходили аварии. На фронтах понятно, что попадал снаряд, воронка, перебит кабель, перебита связь, связь пропала. И какое-то время, пока восстанавливается связь, телеграммы и сообщения телефона не проходят. И, соответственно, скапливается их большое количество. Как только починили, связь пошла, восстановилась. И огромное количество телеграмм и телефонограмм обрушиваются на узел связи. Естественно, не справлялись. Подели всех, кто спал. И они сообща получали лишь 500 граммов хлеба в день на человека, Куйбышев голодал, вставали и работали. Здание, в котором в годы войны располагалось советское информбюро, сегодня выглядит по-новому, современно. Сейчас здесь находится офис одного из крупнейших провайдеров цифровой связи региона. В память о героическом подвиге связистов открыт музей. Это военно-полевой телефонный аппарат. Связь тянули проводом прямо на фронте. И соединялась она по проводам. Командир мог поддерживать, отдавать распоряжение подразделениям. Ну и также командующий фронтом отдавал распоряжение. Здесь сбоку ручка, она крутится. Очень громкий сигнал. Работать в Доме связи стремились все. Это было престижно. Людей привозили на помощь из Москвы. Было много эвакуированных связистов из Сталинграда и Киева. Еще в годы войны начали говорить о том, что из здания на Красноармейской 17 вещает сам Левитан. Левитана здесь не было никогда. Это городская легенда. Во всяком случае, вот в этом здании его совершенно точно не было. Ни один архивный документ, ни один свидетель того времени, а с ними достаточно много общалась, с ветеранами, которые работали в этом здании в годы войны, никто его никогда не видел. Никаких свидетельств о том, что он здесь был, нет. Доктор исторических наук профессор Александр Пенецкий считает иначе и предполагает, что Юрий Левитан был в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны. Очень много об этом говорят. Но вот, к сожалению, ни одного документа, подтверждающего, что Левитан был здесь, в Куйбышеве, нет, но нет и ни одного документа, опровергающего, что Левитан был в Куйбышеве. Все пребывание Левитана в годы Великой Отечественной войны засекречено. Никаких документов нет. Возможно, Левитан в годы войны действительно был в Куйбышеве, но не в здании Дома связи, как гласит городская легенда, а на радиоцентре имени Попова. Радиостанция создавалась близ поселка Новосемейкино как оборонительное сооружение и располагалась под землей. Глубина ямы была длиной в две пятиэтажки. Радиоцентр мог выдержать прямое попадание самой мощной авиабомбы. Сигнал оттуда подавался на мощнейший передатчик под кодовым названием «Объект номер 15». Когда-то вещание велось отсюда на весь мир. Нью-Йорк, Тегеран, Лондон, Владивосток, Хабаровск. Передатчики радиостанции отключили в 2005 году, а потом и вовсе демонтировали. Но место по-прежнему уникальное. В разгар чемпионата мира стадион Самара-Арена принял 248 тысяч человек. Когда взрывали вышки и демонтировали передатчики, многие понимали, уходит эпоха. С течением времени начали уходить и голоса Великой Отечественной войны. Товарищи, близкие и коллеги Юрия Левитана. Сегодня спросить о нем не у кого. Известно ли, что Юрий Левитан находился на полном гособеспечении по распоряжению самого Иосифа Сталина. Его тщательно оберегали и охраняли. Никто и никогда из простых смертных людей не видел Юрия Борисовича и не общался с ним. Экстрасенс и эзотерик Ольга Лидер предполагает, Левитан в Куйбышеве был, а секретные сведения о его нахождении в нашем городе в период войны не раскрывают по довольно веским причинам. Три точки, в которые перевозили его. Это было три точки перемещения. Он заранее никогда не знал, куда его перевезут. Города были не особо большие и известные, но вот один город был на букву «С». Почему город скрывали? Потому что могли найти информацию о том, что было убито несколько невинных человек из-за него. Ему эту информацию не давали, иначе бы он не стал делать дальше то, что он делал. Он не мог это себе позволить. То есть это не в его правилах себя таким способом защищать. Пребывание Левитана в Куйбышеве в годы войны и по сей день окутано грифом строгой секретности. Есть предположение, рассказывает Александр Репеницкий, сигнал на наш город шел из Свердловска. Его улавливал мощнейший передатчик. Он находился на месте нынешнего стадиона «Самара-арена». И этот, и многие другие факты сегодня тщательно изучаются. Есть в некоторых странах закон, прошел там 70, 75, 80 лет, и все документы автоматически открываются. У нас несколько другая ситуация. У нас работает комиссия по рассекречиванию документов. Комиссия работает фактически на общественных началах. Она не может переработать тот громадный массив документов, которые ей предоставляются. Во время войны Куйбышев был мощным информационным центром и столицей всех средств массовой информации. Здесь трудились журналисты главных советских и зарубежных изданий. Только после битвы на Курской дуге, когда окончательно определилась наша победа, иностранные представительства стали покидать наш город. Разъехались и телеграфисты. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года на прием поздравительных телеграмм персонал был мобилизован вновь. Дом связи снова окунулся в мирную жизнь. В ней было еще многое. Установка телевизионной антенны, которую позже сменила веб-камера, телефонная станция, телеграф, переговорный пункт и интернет-кафе сменяли друг друга словно под стук метронома, отсчитывающего часы, минуты, годы. Ольга Павлова, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. События.